Микс Ньюс Накануне самого прискорбного дня в году для практически всех школьников и их родителей, кроме некоторых первоклассников, которые еще не знают, что им предстоит многолетний забег по неровной территории с препятствиями, мы решили сделать, во всяком случае, хотя бы поговорить о чем-то приятном и выяснить, насколько это важно для ребенка, да и для родителей тоже. Сегодня пятница, радио «Болтком», в студии Лена Лукьянова. Киуля Писпин. С нами по скайпу две прекрасные девушки сегодня, Анастасия Изюмская, СЕО-проекта по поддержке родителей «Фэмили-3» и с автор книги «Мама на нуле». Настя, привет. Добрый вечер. И Ирина Зрыкина, педагог-психолог, песочный терапевт, мы потом узнаем, что это такое, гештальтерапевт. Ира, тоже добрый вечер. Здравствуйте. Нужно выяснить нам сегодня, стоит ли баловать ребенка. Но сначала хотелось бы понять, что такое вообще в принципе баловать. Вот Евгений Шварц в своей «Снежной королеве», там гениальная фраза «Старая разбойница» о том, что детей надо баловать, только тогда из них вырастут настоящие разбойники. Что это такое? Настя, по-твоему, что такое баловать ребенка и стоит ли это делать? Мне это большой вопрос про баловать ребенка, потому что в нашем домашнем словаре этого нет. У нас нет наказаний, но у нас нет и баловства. Объясню почему. Потому что мне кажется, что когда говорят баловать, это значит, что ребенку позволяется все на свете. Да, об этом речь. Но мне кажется, что заботиться о ребенке качественно, вдумчиво, глубоко можно без этого. И при этом он будет счастлив, иметь какое-то там радостное детство, полное ресурса. Но это немного про другое, и как раз в каком-то смысле про противоположное. Потому что если мы понимаем баловство как вседозволенность, то это совсем не то, что нужно детям. Потому что, мне кажется, это уже общее место. Все психологи на каждом углу рассказывают, что детям важны границы. И только тогда они чувствуют себя в безопасности, только тогда они чувствуют себя защищенно. И только наличие таких ясных, понятных границ дает ребенку возможность полноценно развиваться. Но если понимать, подбаловать удовлетворение его потребностей, да, потребности в заботе, потребности быть услышанным, да. Ну и дальше мы вспоминаем всю пирамиду масла, которая тоже у всех уже на слуху. То без сомнения потребности ребенка должны быть услышаны, должны быть удовлетворены. Если в двух словах, то так. Ну а психолог Ирина Зрыкина нам что скажет по поводу баловать? Ну я во многом согласна с Настей как раз в том, что все очень, ну индивидуально на самом деле, да. И на мой взгляд, что есть седозволенность, есть сверхпрощение. И это не то, что идет ребенку на пользу, да. Но при этом то, что некоторые родители назовут балованием, да, для других будет уровнем жизни, качеством их жизни. С другой стороны, слово баловать посмотрела в словаре древнеславянское, известное с 19 века. Это с одной стороны потворствовать прихотям и капризам, да, кого-либо, не обязательно ребенка. Но с другой стороны, это доставлять удовольствие и делать приятное. То есть вот для меня, например, баловать, да, это как раз-таки вторая часть этого определения. Это делать приятное и доставлять удовольствие. Потому что все мы, например, тут же представляем себе картинку, которую видели, наверное, не раз в каком-нибудь магазине. Ребенок лежит на полу, стучит ногами, громко кричит, слезы льются. И он требует хочу, 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 дай, дай, дай срочно. Вот это потворствование прихотям и капризам или делание приятного? Что скажешь? Ну, опять же, Лидия, что-то надо смотреть на эту ситуацию. Сколько лет ребенку, лежащему на полу? Какие у него отношения с его родителями? Если ребенку три года, то человек маломальски соприкасающийся с детской психологией, понимаешь, у ребенка кризис трех лет. И это абсолютно естественное его состояние, он там и должен лежать и калашматить ногами, ибо у него такой период, у него кризис, он отделяется, его психологическое я отделяется от психологического я его мамы. И для него это довольно сложно пережить, и это такое непростое испытание для всей семьи, особенно если семья не понимает, что такое вдруг случилось, с ребенком все было нормально, и тут вдруг он начинает устраивать такие образцово-показательные сцены в магазинах. Если родители понимают, что происходит с этим ребенком, да, то как бы позаботиться о нем в этот момент, будет сказать, да, я вижу, что там расстроен, что ты хотела эту 157-ю машинку. И дальше там родитель должен действовать в рамках своих ценностей, ценностей этой семьи, если он считает возможным купить эту машинку, ну окей, почему бы нет, если они могут себе это позволить. В конце концов, когда ты хочешь себе новое платье, то здорово, если ты можешь себе купить, пойти да и купить. Но если по какой-то причине родитель принимает решение не покупать эту машинку, то стоит поговорить об этом, сказать, да, вот я вижу, ты ужасно расстроена, мы не будем покупать эту машинку. И забота будет в том, чтобы принять его чувства, посочувствовать и побыть с ним в этот момент. А если ребенку сильно больше трех лет, и он продолжает устраивать истерики, то тут надо как бы отдельно разбираться, скорее всего разбираться с профессионалом, что происходит с этим ребенком, почему его нервная система не справляется с какими-то историями, и о чем, собственно, это говорит, о каких отношениях внутри этой семьи. Да, была у меня такая история, когда мой внук так себя повел, он хотел очень большого размера мусорную машину. Маленькую машинку мы бы, конечно, купили, но такой гигант, и именно мусорник мы купить себе не могли позволить. Ну, что вы сделали? Ну, успокоили, да, спокойно успокоили, задумав, что в какой-то момент более удобно, и ему подарим на какой-то праздник такую большую машину, действительно, через полгода подарили. Ну, она уже была нужна, или уже не нужна была? Нет, она была нужна, потому что он любит почему-то все мусоровозы. Наш телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, у нас есть звонок, алло, здравствуйте. Нет, слетел звонок. Тогда я все-таки, Ирине, Ира, задам тебе вопрос. Да. Баловать – это все-таки нарушать установленные границы или пытаться их раздвинуть? Ну, тут все очень зависит от ситуации, да, и в некоторых ситуациях, да, это будет случай, когда граница сломлена, и тогда, ну, это правда идет на вред ребенку, а в некоторых ситуациях это, наоборот, идет именно как расширение, это индивидуально. На мой взгляд, очень важно посмотреть то, из чего родитель балует, потому что, да, при этой истерике, да, которая описана была сейчас в магазине ребенка, то реакция родителей часто идет еще не столько из потребностей ребенка, из знания его, там, особенностей его возраста и этих каких-то процессов, сколько из собственных страхов, чувства вины, собственных детских каких-то историй, да. Мне никогда ничего не покупали, я буду все покупать, и тогда потребности ребенка тоже здесь не учитываются, надо ему это, не надо, насколько ему это надо и полезно, да. Некоторые родители настолько хотят быть любимыми детьми и боятся каких-то негативных чувств в свой адрес, что тоже готовы соглашаться на все. Но есть и другая история, к сожалению. А некоторые родители боятся, что осуждение общественного, я думаю, господи, я куплю все машинки, ему лишь бы это все скорее прекратилось. А с другой стороны девочки. А некоторым родителям сложно в принципе переносить сильные эмоции ребенка, да, потому что у них не было принятия, не было принятия, там, их эмоций в детстве. И им хочется, чтобы это скорее просто закончилось, поэтому, опять же, пусть он владеет всеми машинками этого магазина, лишь бы этого больше не было, вот прям сейчас это остановить. Да, это одна сторона. А другая сторона реакции, она совершенно будет тоже, кстати, часто нами видимая. Я называю ее советской в основном, когда родители начинают жестко прессовать ребенка, начинают его наказывать за такую реакцию, да, за такое поведение. То есть, как бы, с одной стороны, можно его побаловать, да, и пойти на поводу, и купить ему эту машинку, а с другой стороны, кто-то начинает его шлепать по попе, кричать на него громкие страшные слова, тащить за ногу из магазина и так далее. Это тоже проблема родителей, которые не выстроили свои отношения с ребенком, не отрефлексировали, может быть, свои страхи детские. Ну, это правда трудности, ну, столкновения с детскими переживаниями, когда я не знаю, как мне с этим быть. Мне кажется, тут даже еще вопрос, я не понимаю вообще, что это такое, да, я суть этого не понимаю, и я реагирую на это, исходя из, как бы, там, своих страхов, опять же, эмоций, переживаний. И часто это тоже тот опыт родителей, им никто, к их потребностям никто не относился с вниманием, да, то, о чем говорила Анастасия, о том, что, ну, правда, можно, иногда нет возможности купить машинки, либо есть решение не покупать, но можно подойти к ребенку, несмотря на то, что у него истерика и все остальное, но, так или иначе, остаться с ним, принять его чувства. Но здесь возникает такой момент, ребенку иногда полезно сталкиваться с тщетностью. Не все наши желания могут, ну, исполниться. О, это очень важный вопрос. Давайте зафиксируемся и послушаем пока звоночек. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня с племянника, с моей мамой, бабушкой, были очень любимые отношения, это было что-то необыкновенно. Один раз мы остались втроем, ребенок упал на пол, и три года ему было, и давай колотить ногами и орать. Бабушка через него перешагнула и пошла дальше. После этого он больше ни при мне, ни при бабушке на пол не падал нигде. А со своей матерью он в магазине мог запросто завалиться на пол. То есть они прекрасно тоже, дети понимают, что к чему. С кем можно, с кем нельзя. Спасибо. Спасибо. Но это уже, наверное, манипуляции. Наверное, это уже что-то другое. Я хотела бы прокомментировать этот звонок. Очень часто эта история на лекциях о привязанности, в нашем проекте их проводит Людмила Петрановская, родители говорят, слушайте, ну вот он был у бабушки, но он был совершенно шелковый. Он приехал ко мне из рук вон. Истерики, плохое поведение. Что говорят на это психологи, которые придерживаются ценностей теории привязанности? Они говорят, что, конечно, где есть большая привязанность, есть устойчивое, теплое, поддерживающее отношение, ребенок может позволить себе быть плохим. Потому что он знает, что и в этом состоянии он будет любим и его примут. Когда привязанность более слабая, дети ведут себя лучше, потому что они не уверены в этой привязанности, они не готовы проверять ее на прочность. Вот и весь секрет. Это не про манипуляцию, потому что, опять же, про трехлетку говорить о манипуляции, наверное, трехлеткам не манипулируют. У него еще мозг не развит. Для манипуляции нужен мозг, который прогнозирует отдаленные последствия. Трехлетки это не умеют. Они исходят из сиюсекундной вспышки эмоциональной. Так, ну хорошо. Ну вот в Японии считается, что детям до пяти лет вообще позволительно абсолютно все. Вот как хочешь, так себя и ведешь. Потом, это период, когда его считают королем семьи и вселенной. Потом до пятнадцати лет, с пяти до пятнадцати, с ним общаются, да, очень жестко, как с рабом, можно сказать. И после пятнадцати это становится уже абсолютно равноценный полноправный член семьи, с которым общаются на разных. По-вашему, это правильная тактика поведения с ребенком? К Насте, например, первая. Смотри, дело в том, что в разных традиционных обществах вот эта рамка пять, где-то семь лет. Если ты вспомнишь, в России в семь лет детей отдавали в обучение. Да, возможно, в Японии эта граница чуть раньше начинается. Но в семь лет на Руси отдавали в плотничество, в учебу. Потому что мозг дозревает до дисциплины, появляется волевая сфера, она начинает формироваться. Я думаю, что это с этим связано. Может быть, у Ирины есть какие-то соображения, как у специалиста? Ну, во-первых, мы не находимся внутри этой культуры, чтобы отчинить, насколько это действительно так. Что именно мы считаем, вот это вот возрастное всепозволение и так далее. То есть то, что нам может казаться, что это вот так происходит, на самом деле там изнутри может происходить иначе. Во-вторых, у них есть определенная культура. Они все живут в этой культуре. И тогда есть некий единый такой курс, которым они двигаются. Я согласна с тем, что есть, конечно, национальные какие-то особенности. Но там мы видим, как в Израиле совсем немножко по-другому относятся к детям. В Америке еще чуть-чуть по-другому. В скандинавских странах иная манера поведения. Мы все-таки говорим в основном, да, ну вот мы, находясь в Латвии, тоже видим определенную структуру. Но в основном говорим, конечно, про русских детей, которых мы видим, как воспитываем и мы, и наши родственники, наши друзья, и наши знакомые, и незнакомые. И мне кажется, что именно русская манера воспитания, она достаточно жестока. Она достаточно нетолерантна к детям. Сейчас, конечно, это меняется. Уже как-то действительно, как Настя упомянула, неловко шлепнуть по попке маленького, потому что на тебя могут цыкнуть. Вот, но, например, раньше, я даже помню, когда я родила старшую дочку, это было очень давно, начале 90-х, и посадила ее в такой рюкзак. Тогда рюкзаков еще практически не было в России. Меня старушки закидывали камнями, когда я проезжала на велосипеде с этим рюкзаком, ребенком в рюкзаке. Они закидывали камнями, потому что и кричали, что я убью ребенка. То, что они сейчас готовы убить ребенка, это как бы их сильно не волновало, когда камни летели в мою сторону. И вообще, в принципе, я считаю, что достаточно жестокое отношение к детям, к малолетним в России, да, и не только, к сожалению, не только в детских учреждениях, но и в семьях. Смотри, мы недавно делали круглый стол с статьей «Белая ворона». Они выпустили речь Астрид Линк «Нет насилию», которую она делала на вручение Нобелевской премии мира. Она как раз, если я не ошибаюсь, это был 1957 год, и она в этой речи говорила как раз о том, что насилие в адрес детей недопустимо. И Нобелевский комитет не разрешил ей выступить с этой речью, потому что это было нечто противоречащее очень сильно устоям того времени. Это было нечто революционное и выходящее за рамки. Это был 1957 год, и это была просвещенная Европа. В принципе, такое отношение объектное к детям, оно было еще до середины 20 века довольно широко. Только сейчас идет такой курс на гуманизацию. Я бы не стала тут уделять как-то особенно Россию, потому что если мы говорим о гуманистическом отношении к детям, именно о таком глубоком, осмысленном отношении, то оно только начинает формироваться во всем мире. Конечно, в западных странах это чуть больше, но все равно это только начало пути. И да, Европа начала гуманизацию чуть раньше, Россия чуть позже, но это только, повторюсь, начало пути, на мой взгляд. При этом есть другая сторона вот этой процессы, которая происходит, потому что уходится в другую крайность, где, правда, очень много судозволенности, сопрощения, и детям не восстанавливается вообще никаких рамок и границ. И таких ситуаций тоже сейчас, ну, крайне много. Ну, а как помочь ребенку выстроить границы, Ир? Ну, тут, скорее, сначала нужно помочь родителю, вежим с ребенком. Выстроить границы с ребенком или что? Ну, это делает вежедневно родитель. А? Существует ли какая-то схема, по которой родитель может следовать, когда он понимает, что у него с ребенком какие-то, ну, нелады начались, да? То есть он не может совладать с его характером, с его поведением и так далее. Существует какая-то уже разработанная психологами структура поведения родителей? Что они должны делать в данной ситуации? Ну, я с любым ситуацией работаю индивидуально. То есть нету таких схем, чтобы, да, вот тебе схема, тебе схема, и всем вообще одинаковая схема. В любом случае это индивидуально. Но есть определенные вещи, которые сейчас, ну, в полном доступе, да? И там Людмила Петрановская, Юрия Борисовна Гиппенрейта, да, это множество книжек, которые описывают о том, как строить отношения. Есть некоторые правила, которые точно можно найти и им пользоваться, опираться на них. Ну, это тоже... У нас есть хор с Людмилой Петрановской, которая является таким апгрейдом ее книжки «Если с ребенком трудно». И там она объясняет такое негативное поведение детей очень просто. Обычно родители начинают оценивать ситуацию именно с поведения. Вот он ведет себя так, и поэтому то-то. На самом деле корень проблемы всегда находится в отношениях между ребенком и родителем. Если в отношениях между ребенком и родителем, мы тут не берем подросткового возраста, потому что это прям вот такая зона риска и действительно довольно сложный период, который сложно пройти всем участникам процесса. Все, что до подросткового периода, если ребенок негативно себя ведет, ищите причину в ваших отношениях с ним. И обычно у ребенка там не так много потребностей, которые он пытается плохим поведением добиться. Он требует внимания. Если он не добивается внимания, он начинает бороться за власть. Если он не подолчает положительного внимания, нормальных отношений через власть, он идет к мести, начинает мстить. Какими-то проступками, прям серьезными, вплоть до каких-то правонарушений. И последняя такая прям жесткая стадия, это когда ребенок признается в своем полном бессилии. Как будто я вот ничего не могу. И тогда начинаются очень большие, серьезные проблемы с обучением, с такими вещами. И это все, ну, оно прям вот складывает... Прям можно увидеть, как это перетекает одна стадия в другую. То есть по факту любому ребенку изначально нужно много качественного внимания. Ни игрушек, ни каких-то там вещей, предметов и так далее. Внимание, контакты с родителем. И любовь. И главная школа, о которой мы поговорим буквально через пару минут. Микс Ньюс. Да, стоит ли, пытаемся выяснить мы, с чего сегодня с нашими экспертами. У нас по скайпу на связи Анастасия Изюмская. СИО-проекта по поддержке родителей «Фэмили-3», соавтор книги «Мама на нуле». Ирина Зрыкина, педагог-психолог, физочный терапевт, гештальтерапевт. Мы задавали этот вопрос на сайте «Радио Болтком». Проголосовали. Таким образом, 81% считает, что да, баловать нужно ребенка. 90% считает, что нет, не нужно. Телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Я прекрасно, наверное, понимаю, что это самая лучшая балостная ребенка. Когда вы правильно говорите, это уделить ему внимание. Побыть подольше. Мы же живем, правда, в такой век, что реально все из-за семьи у нас все лаят. Сейчас молодые, вот у меня двое детей. Сейчас идет такое время, что надо идти как бы, ну, все вокруг денег зависит. Ну, ничего ты не можешь сделать. Даже элементарно ребенка, вроде медицина у нас классная и бесплатная, да, и у вас, ну, и в России, да, скажем. Но все равно без денег ты нормально даже ребенка не можешь вылететь. Ну, вот элементарно там пошел к зубному, встал в очередь, это будет порядка там. Два-три месяца. Заплатил 200-300 евро, пошел и сделал ребенку там зубы, да. Ну, я говорю свои примеры какие-то, да. И внимание, вот это вот ты не можешь уделить. И получается так, что внимание ты можешь ему только купить. Придя домой, это там привезти какую-то вещь. Вот у меня девочка, это кукла Лол, это порядка там 25-30 евро, да. Мальчику там опять же что-то. Получается, что внимание ребенку тупо покупается. Вот это психологическое. Можете как-то объяснить. А книжки почитать с ребенком бесплатно? Книжки, хорошо. Ветерином ты тоже хочешь себе уделить какое-то время, да. Я почитал ребенку книжку, но ему сейчас неинтересно. Пацану у меня два года, он кричит, дайте мне телефон, да. Придумал свое название и все. Говорим, пойдем книжку почитаем. Ну, один-два раза, и то ему неинтересно. Потому что видишь, что старшая, у которой есть как бы планшет, да, и ему надо. Ну вот, поэтому ты себе получается так, наверное, можешь себе дать время, да. Дал ребенку планшет и сделаешь твои дела. Ну, потому что ты как бы и сам хочешь отдохнуть, так как ты сгораешь на работе. Да, спасибо большое. Ну что, кто ответит, девочки? Ну так разговор о потребностях. Для меня это разговор о потребностях. О том, что не удовлетворяются потребности взрослых в семье, да. И, к сожалению, у нас действительно такое время, когда интенсивность жизни и темп очень высокий. И при этом люди не успевают адаптироваться, а как пополнять свой ресурс качественно. И явно пополнение ресурса не происходит в планшете. И близость не выстраивается, когда вся семья сидит с планшетами. И это про то, что не хватает информации о том, а как устроено вообще человеческое существо и как устроены близкие отношения. Потому что, конечно, взрослому надень маску на себя, а потом на ребенка. Но 15 минут чтения книги в день могут быть таким крепким якорем для отношений, который ребенок принесет потом всю свою жизнь. Да, и двухлетким можно объяснить, что ты знаешь, дорогой, да, ты хочешь этот планшет, но это для взрослых. Вот тебе исполнится там 5, 10, 15 лет, и у тебя будет планшет, а сейчас мы идем читать книжку. И книжку, ну, как бы, у меня все спрашивают, а как вот у тебя, у тебя книг-то, сын так любит книги, как ты этого добилась? Потому что у нас нет планшета дома. Очень просто. Ну, тут, правда, вопрос только выбора родителей. То есть можно искать причины, почему нет, а можно искать возможности, почему да. И детям, правда, буквально иногда 15 минут, но качественного внимания, вовлеченного в них, гораздо больше нужно, нежели 3 часа сидеть рядом с родителем и смотреть планшет. Я понимаю, что папа пришел с работы, ему не хочется выраживать истерику двухлетки, который сейчас будет требовать планшет. Но, опять же, это вопрос ценностей. Если тебе важно, да, чтобы вот у двухлетки не было планшета, а двухлетке, честно говоря, планшет не нужен, ну, мое мнение, да, и мнение также психофизиологов, что двухлетке другое должно развиваться. Если ты, как бы, тебе важно позаботиться о ребенке, то, там, не знаю, 15 минут перед тем, как заявиться домой, пойди погуляй, подыши воздухом, дай время себе, а потом приди и общайся с детьми, да, и учи их тоже заботиться о себе и выстраивать качественные отношения. Мне не хочется осуждать этого папу, потому что я сама очень часто была на его месте. Тем более, что я воспитываю сына одна, я тоже очень сильно устаю. Но для меня было принципиально, да, у нас нет планшета, для меня было принципиально, там, вот я люблю читать. Тут еще важный момент, потому что родители думают, да, вот с ребенком важно читать, поэтому будем читать. При этом сами они не получают этого никакого удовольствия. Важно найти то, что вам будет хорошо и вам, и детям. И дети будут чувствовать, что вам это по кайфу, и будут получать это удовольствие тоже. И это может быть что угодно для, там, папа с сыном, это может быть, я не знаю, футбол какой-то. Ну, что угодно, да, в каждой семье и в каждой, там, паре, это могут быть, в смысле, паре взрослый ребенок, это могут быть свои штуки. Но если найти вот это, как бы, ресурсное занятие для всех, то это будет очень здорово и точно лучше, чем планшет. Давайте послушаем еще звоночек. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый день. Ну, вот смешно получается, вот, предыдущий звонивший из одной деревни со мной, да, и одна проблема. Вот только что я вернулся домой. Я мешаю, или у вас там звук? Мы слушаем, слушаем вас. Да, 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 да. Вот только что был с внучкой и с внуком, да. Лидо и вся программа, понимаете. То есть эгоизм, эгоцентризм детей. Надо ли его поощрять, вот ваша тема, надо ли баловать детей. А вот эти виньетки, планшет, не планшет, у вас его нет, у моего соседа есть. И вот я сегодня, значит, маленький, вот первый раз я сегодня разозлился сильно на малого. Он просто выходит с аттракциона и заказывает новое. Он даже на меня не смотрит, он не просит. Понимаете, он знает, что я обязан выкатить это. Я у средней, у дочери, спрашиваю, у внучки, он вообще к кому обращается. То есть вот эгоизм, эгоцентризм. У вас, у нас, у меня, у всех. И надо ли баловать детей. То есть не уходя в эти нюансы, надо ли их баловать или не надо баловать. В нашей реальной действительности. Вот мой сосед по деревне сказал, что они смотрят вокруг. Вот нет планшета у вашей там, соведущей. Сколько процентов семей, у которых нет планшета в семье? 0, 0, 0, 0 какой-нибудь. А у всех планшеты и все остальное. Понимаете, то есть вот, значит, люди, которые живут вот в этом коридоре. Я сегодня заведен. Я скажу честно, вы можете смеяться, я сейчас пью водку. Потому что я просто сегодня в первый раз серьезно разозлился на твоего внука. Который просто вот, ну, должен любить больше всех. И вот ваши вот эти вот, значит, надо баловать или не надо баловать. Вот ответьте мне. Так вы разозлились, потому что он у вас не спросил разрешения пойти на следующий аттракцион? Уже отключился, к сожалению, наш слушатель, расстроенный поведением слова внука. Я считаю, что о детях надо заботиться. О детях надо заботиться, а и себе надо заботиться. Вот просто, действительно, слово баловать, оно как-то вот вообще не внутри моего словаря. Поэтому у меня... Не, ну, понимаешь, заботиться это и так, прости, прописано в Конституции. Мы обязаны. Кто-то это делает с любовью, кто-то это делает без любви. Так бывает тоже. А вот именно насчет баловства, почему меня, например, задела эта тема. Ну, не секрет, очень многие выросшие в Советском Союзе, в общем, совсем не были, что называется, балованными. И какие-то удовольствия были настолько редки, что запоминались на всю оставшуюся жизнь. И я тогда точно, совершенно поняла, что будут у меня дети, и я буду делать, ну, абсолютно все, что они захотят в пределах разумного, что называется. В тех самых границах, о которых мы говорили. Но, опять же, там со старшей так получилось, что тоже, вот, бедная юность, там, т.т.т. Но сейчас, когда есть возможности любые, и это не обязательно, я не согласна с одним из слушателей о том, что за все нужно платить, конечно же, нет. Конечно, не нужно платить за удовольствие просто побыть, пообщаться с ребенком. Другое дело, что очень многие родители не могут придумать, не могут понять, каким образом можно проводить время, толковое время с ребенком, чтобы это было удовольствие и для тебя, и для него. Не просто тупо отвезти в пиццерию, покормить пиццей, купить плюшку какую-то и отправить на аттракционы. О качественном общении идет речь. Вот здесь что можно посоветовать? Ну, у меня еще один вопрос. А можно ли вообще обвинять двухлетку в эгоцентризме? Может быть, вот ребенок просто не знал, он не знал этих правил, которые дедушка к нему предъявляет. То есть дедушка судит о своем внуке со своих взрослых позиций. И это, кстати, очень большой вопрос. А вот мы говорим про родителей взаимоотношения. А бабушки и дедушки, их роль вообще в том, о чем мы сегодня говорим. Ира. Конечно, ребенка двух-трех лет невозможно обвинить. Эгоцентризм – это как некое свойство у психики. Это не как что-то, что мы можем охарактеризовать его. Это так есть, так устроена психика пока. Его мир крутится вокруг него. Его желания, они таковы, что я хочу, я иду, исполняю. Это не манипуляция, не эгоцентризм. Он так устроен. Он ребенок. Он пока еще не может сделать другую цепочку в своей голове. Мозг у него еще не вырос. Я тросу его, достаточно мозга. Мозг растет вообще до 25 лет. Но у некоторых и дольше. И не вырастает. Нет, у некоторых не растет. У некоторых и не растет. Давайте послушаем еще звоночек. Алло, здравствуйте. Да, вы не так, наверное, поняли меня и Владимира. Владимир говорит о том, что ребенок как должное. Сказал, надо идти на карусели на следующий. Вот в этом, я так понял, Владимир, что он пошел на карусели и говорит, давай еще билет мне покупать. Он мне делает не то. Ну, только лет ему, два года? Ну, так и должно быть так. Это нормально. Все нормально, значит, с ребенком. У него все хорошо с желаниями. Я беру свое детям, свое внимание детям. Я беру их на тренировки с тобой. Мы общаемся в выходные. Вечером провожу время. Но я говорю, сейчас, что век идет такое. Время, понимаете, мир меняется очень быстро. Вот она посмотрела в этом планшете какой-то блок, да, какого-то там мифического Макса, да, назовем, или там еще мифический там какая-то. И повторяет это за этим. И вот, понимаете, что мир меняется. И вот, ну, что мы должны подстраиваться под это и покупать ребенку, получается, внимание, больше, чем им уделять. И ребенок этого не может понять. Когда у нас был детский праздник, этот, выпускной, в садике, я собрал всех детей, да, вот мы поехали. Родители там вместе стали заниматься, кто-то там талатики кушать, скажем, квас пить, да. А я собрал детей, молодых пацанов и говорил, давайте, ребята, в футбол поиграем все вместе. И вот девочки стали подключаться, мальчики, все, все, все. И я уверен, с этого всего выпускного, который у нас был, они не запомнили, какие аттракционы им там сделали, да. А они больше запомнили то, как мы с ними там полтора часа или час-двадцать играли в футбол, и кто-то по лицу получил мячом кожаным довольно-таки сильно, да. Вот это, я думаю, было больше запомнено, да. Я говорю о том, что мир меняется, что вот, ну, нельзя какие-то старые правила применять вот сейчас. И покупание, я говорю о том, что покупает ребенка внимания. Скажите, а вот тот блог, который, вы говорите, посмотрела ваша дочь на планшете, а вы в него заглядывали, вы не пытались спросить, что ее там заинтересовали? Да, 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 я стараюсь смотреть все, да. Вот оно и есть вместе в этот новый мир. Это глупость, но это, ну, от этого не избежать. А сколько дочери лет? Семь будет. Пойдет в школу сейчас. Мне кажется, что семь лет – это еще такой возраст, когда родительская фигура должна быть более значимой, чем любые блогеры на свете. Это вопрос как раз того, есть ли этот контакт близкий или нет. И это не столько вопрос покупки, все равно даже 15 минут, как мы уже говорили, качественного времени могут эту связь удерживать. Между родителем и ребенком. И, ну, если эта связь существует, то родитель будет важнее всех блогеров на свете. Его мнение будет важнее. Да, а с другой стороны, Настя. Его ребенок будет проходить за советом, за утешением. Да, Настя, смотри, с другой стороны есть такая история, как родительская ревность. Да, очень много работающие мамы по себе знают, начинают ревновать к няне, к хорошей няне, которой ребенок, конечно же, начинает любить больше, просто потому что проводят с ней физически почти все время, а мама вот прибегает с подарком, поцелует на ночь, ну, почитает книжку. Вот, как такая прилетающая фея крестная. А потом есть ревность к бабушкам, дедушкам, которые точно так же могут позволить себе уделять намного больше внимания и тепла своего своим внукам, чем они уделяли своим детям. Это тоже логично, да, потому что даже не зря говорят, что внуки – это настоящие первые дети. Ну, вот, как все это становится? Если хочешь, чтобы я прокомментировала, для меня ревность – это немного про незрелость, потому что если ты выбираешь много работать, для тебя это важно, да, потому что ты хочешь реализоваться, ты хочешь что-то сделать, да, как-то воплотиться. Не всегда это выбор. Да, и ты понимаешь, что я хочу там, или это вопрос финансового обеспечения семьи, основной кормилец семьи, или там вы с мужем должны работать вместе, потому что вы хотите обеспечить определенный уровень жизни. Ты понимаешь, что это важная ценность, и ты выбираешь столько времени проводить с ребенком, и ты понимаешь, что ребенку важно обеспечить привязанность. Ребенку, в общем-то, для здорового развития, ему важно, чтобы был постоянный взрослый, к которому он был привязан. Пусть это будет няня. Как здорово, что у моего ребенка есть эти теплые отношения. Все равно материнская, отцовская фигура, даже у детей, у которых никогда не видели своих родителей, они на особом месте. Не то, что там проводили мало времени, они когда вообще не видели, все равно эта фигура навсегда в единственном уникальном месте. И если ты это понимаешь, и ты понимаешь, почему ты делаешь такой выбор, и почему ты проводишь так мало времени с ребенком, то тогда ревности не будет возникать. Как здорово, что у моего ребенка такие теплые отношения, и он привязан к этому человеку, значит, ему с ним хорошо, значит, его там любят, и он чувствует себя любимым. Как здорово, какая я молодец, что я смогла для ребенка это обеспечить. И тогда подарки и покупки для ребенка будут из желания его порадовать, что-то ему дать, да, и какой-то контакт, но не как покупка ребенка. Это не обязательно должна быть покупка, собственно. Это вообще не обязательно должна быть покупка, но я имею в виду, что в такой ситуации, как бы, игрушки какие-то, они не служат способом купить ребенка его любовь. Они будут служить, ну, просто потому что я это могу, потому что это хочу сделать. И, ну, именно средством порадовать. Это может быть ритуалом. А ты знаешь, сегодня на совещании я нарисовала тебе динозавра, а завтра на совещании я нарисовала тебе снежного человека, да. И ребенок будет дать этих подарков. Есть такая книга «Мама спешит домой», по-моему, очень классная. Она как раз рассказывает о том, как мама каждый вечер, приходя поздно с работы, сочиняет историю, как она добиралась домой. Что она там летела на драконе, ехала в экскаваторе, плыла на акуле. И ребенок ждет этих историй. Такая история будет дороже любого подарка. И она будет сохранять эту привязанность и удерживать ее. Да, и опять же, я все время обращаюсь к теории привязанности, потому что мне кажется, это такая палочка-выручалочка. Про нее пишет и Петрановская, есть сообщество Альфа Пэрингтин, заботливая Альфа, которая описывает как бы разные такие жизненные ситуации, и как можно вот эту привязанность с ребенком сохранять. Даже при малой доте контакта можно сделать какие-то одинаковые вещи, там браслетик есть у меня и у тебя. Вот, например, когда я стала отключаться от сына, я подарила ему камышек и сказала, у меня такой камышек тоже есть. И когда тебе грустно, у меня нет рядом, ты можешь сжать этот камышек, я это почувствую, что там между нами и всегда между нашими сердцами. И, видимо, она самая прочная на всем мире ниточка, которая никогда не порвется, это наша любовь. И таких штук, которые будут укреплять отношения, их можно миллион придумать. Давайте послушаем еще дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Да. Еще раз, ну смотрите, мы опять, вот психолог сейчас говорила, она во всем права, стопроцентно, но она берет широко вообще, и не возразишь ни против одного ее предложения. Вот смотрите, поощряем детей, обесцениваются наши уступки в ледопарке, в аквапарке, запрещаем, мы обесцениваемся в глазах, где граница между тем, что мы должны им дать, и где остановиться. А вот еще раз, все, что говорила ваша сейчас психолог, она абсолютно права, но это она берет широко, машину надо починить. А что чинить? Подвеску, двигатель, крышу ремонтировать. Понимаете, вот я сегодня взведен сегодня, на самом деле, я сейчас ничего не выказываю, ничего, я вижу, пацан просто, он привык к этому. Он это хавает просто как должное, годами. Понятно, спасибо, теперь мы поняли ваш вопрос. Да. Что вы делаете? Вы прям недавно разговаривали об этом с моим психотерапевтом, я говорю, ну он же не может этого оценить, ты понимаешь, вот в моей жизни, значит, сына на день рождения подарили то, сё, пятое, десятое, значит, гора подарков. Он такой приходится, это рассматривает, говорит, да, вот того динозавра из палатки, помнишь, такой резиновый за сто рублей, вот никто его не подарил. И я в этот момент рассыпаюсь, потому что мне за все мое детство не подарили столько подарков, сколько ему на один день рождения. Но это же счастье, что они живут в таком богатом мире, да, возможно, они не будут ценить материальное, так как это ценим мы, потому что в нашем бедном детстве этого не было, да, советском, там, постсоветском. Они будут что-то другое ценить, для них будут важны добрые отношения, для них будет важна неагрессивная коммуникация, возможно, для них будут важны ценности более высокого порядка. Настя, видишь, в этом и проблема. Они не могут этого ценить, потому что у них это в доступе, и слава богу, что они не голодают, не ходят в обносках. Да-да-да, смотри, в этом же как раз и вопрос состоит, как раз-таки потому, что у них слишком большое потребление благ, да, не испортит ли их это? То есть как раз-таки вопрос, я так понимаю, нашего слушателя был ровно в этом, что они привыкают к тому, что это все достается слишком просто, да, что ты не ждешь там годами этого динозавра, а вот тебе раз и принесли 25 динозавров на день рождения, потому что ты этого хочешь. И еще 150 тиранозавров, вот. Не испортит ли это их отношение к миру, что слишком все просто дается? Ну, ты знаешь, мы переходим на уровень там взаимодействия с деньгами, потому что, например, когда сын стал подрастать, я ему стала объяснять, ты знаешь, вот это стоит столько-то, и для того, чтобы там заработать эти деньги, я бы отратила столько-то времени. Или, ну, как бы, дальше ты начинаешь просто объяснять ему систему, как бы, координат с точки зрения денег. И это работает феноменально, потому что у нас там рядом с домом магазин, в котором за 20 рублей можно взять эти китайские такие коробочки, ты открываешь, там какой-то подарок, непонятно какой-то, может быть, резиновый браслет, там, может, какая-то игрушка, непонятно что. И он мне каждый день просил, говорит, пошли, значит, 20 рублей вот туда кинем. Я говорю, слушай, мне надоело тратить деньги, вот мне так жалко, я зарабатываю эти деньги, и мы их пратим на какую-то фигню, которая даже тебе радости не приносит, потому что из 10 этих подарков только один тебе по-настоящему нравится. Давайте я буду давать 20 рублей каждый день. Ты хочешь, можешь пойти купить эту штуку, а хочешь, можешь 5 дней подождать, накопить 100 рублей и пойти в палатке купить вот там ящерицу, которая тебе очень нравится. Он перестал покупать эти штуки, моментально. Это эффект маршмеллоу, да, известный. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, наверное, насчет предыдущей темы, насчет того, вот, когда ребенок остается с кем-то другим, и это материнская ревность, да, и я, как, в общем-то, любая мама с этим сталкивалась. Вот, и я абсолютно согласна с тем, что говорит ваша гостья, что для ребенка в любом случае, всегда, как бы ни было, что бы ни было, мама, мамина любовь будет на первом месте, даже если он иногда демонстрирует другое, да. Дети могут очень сильно ранить родителей. Ну, вот, если родитель помнит о том, что ребенок любит ее маму и папу, кстати, тоже больше всех на свете, ну, вот тогда это очень сильно помогает. Но я хотела еще один аспект в этом упомянуть. Кое-что зависит в том числе от того, кто за ребенком ухаживает, то есть это вот персоны, которые рядом находятся. И, прямо скажем, что бывает, и я с этим лично столкнулась, и это существует в практике, когда ухаживающая персона, осознанно или нет, хочет заменить собой мать. И тогда у мамы, в общем-то, эта ревность, она, ну, она понятна, она имеет, в общем-то, реальные основания. Это часто случается. Бабушка, да. Вы знаете, бабушки иногда даже няни, особенно вот в каком-то молодом возрасте, если там нет своих детей, то им кажется, что они могут быть лучшей мамой для этого ребенка. И я знаю реальные случаи, ну, вот реальных нянь, которые себя на этом ловят, слава богу, они такие умные, продвинутые няни, да, и как-то попытаются это нивелировать. Вот, но есть реальные основания, да, и мама, у которой ребенок маленький, она чувствует себя виноватой, она и так уходит, она и так страдает. Я вот вспоминаю себя, и это было ужасно, когда еще кто-то демонстрирует, что, ну, вот он-то мама получше, чем я. Так что тут вот... Да, спасибо большое за ваш рассказ. Это называется конфликт привязанности, это действительно не... это тут вопрос не про ревность, это вопрос про благополучие ребенка. Для ребенка это, конечно, нехорошо, когда его начинают перетягивать как канат на ту или иную другую. А вот что делать, если существуют какие-то советы, когда это делают бабушки-дедушки, да, вот, а вот смотри, как бабушка тебя любит, вот родители не любят, на тебе конфетку. Ну, у меня в жизни был реальный случай, когда у меня очень бедная была молодость, и моя мама подарила целые санки подарков моему сыну, а мой сын ей вернул эти санки и сказал, не хочу, я хочу то, что мне кутит моя мама. Действительно бывает, что там это и с няними случается, и часто это с бабушками, когда нет реализованности такой на своих детях, и хочется вот это вот, доиграть эту игру. И тогда не всегда осознанно, а часто неосознанно начинается вот это перетягивание, а я лучше, чем мама. И, конечно, перевоспитывать бабушку смысла совершенно никакого не имеет, да. Тогда, как бы, надо понимать, в каких обстоятельствах находится семья. Если есть возможность нанять профессиональную няню, с которой можно выстроить отношения, да, и которая будет уважать границы семьи, которая будет заботиться о ребенке наравне с родителями, и, там, поддерживать родительские фигуры в его внутреннем мире, то лучше нанять няню, да, чем вступать в конфликт с бабушкой. Если такой возможности нет, то дальше надо принимать решение, как бы, почему семья оставляет ребенка с бабушкой, насколько им важно, чтобы родители сохраняли ведущие позиции. Ну, конечно, для ребенка это точно нехорошо. Давайте еще последний звоночек успеем принять. Алло, здравствуйте. Ну, я раз посмешу в конце. Вот я думал, почему я водку пью, если я не вру, а я ее пью. Оказывается, от счастья, что я не подарил 18-го динозавра. Просто меня успокоили. Ясно, спасибо большое. Хорошо, что вы кого-то успокоили. Девочки, у нас буквально полторы минуты. Все-таки, существует ли, ну, окей, мы все согласились с тем, что баловать слово не очень всем подходящее, но, тем не менее, оно есть. Я, например, его принимаю. Баловать любовью. Вот, я его очень люблю, это слово. Что важнее? Вот Настя затронула один аспект важный, да, насчет маски сначала на себя, потом на ребенка. В воспитании ребенка, в правильном воспитании, в правильном выстраивании границ, этот эффект, это правило с маской тоже работает? Самое важное правило, мне кажется, которое родители должны усвоить. Потому что пока ты сам без батарейки, то чем ты можешь делиться, с кем бы то ни было? И часто большинство проблем, баловать, не баловать, как выстраивать границ и так далее, решают с родителями тогда, когда они сами идут сначала решать свои проблемы, дальше уже решают с ребенком. Потому что я, как человек, который работает с детьми, ко мне часто приводят, говорят, найдите, где у него кнопка. Но часто кнопка находится не в ребенке, а как раз в родителе. В тех чувствах, в тех эмоциях, из которых он балует, не балует, из которых он реагирует, знаете, своего ребенка и строит отношения. У нас тоже, часто говорят, у вас проект про детей. Мы говорим, нет, у нас проект не про детей, у нас проект про родителей. Потому что 99% проблем с детьми, это проблема в родителе или в отношениях между родителями. И есть же легендарная фраза Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Дети счастливы там, где счастливы родители. Поэтому, дорогие наши родители, берегите себя, впереди еще целый учебный год, а у некоторых еще впереди очень много учебных лет. Нам всем очень понадобятся наши силы, наша любовь для того, чтобы наши дети были самыми счастливыми на свете. Большое спасибо Анастасии Изюмской, Ирина Зрыкина, Лену Лукьянову. И Кюле Писпани. Сейчас пятница, впереди выходные, последние выходные лета. Ведите себя плохо.